добрый вечер итак сегодня мы перейдем к новой группе работы аристотеля которые также оказываются связаны с его учения на душе это науки которые относятся аристотелем к практическим и прагматическим если говорить точнее наукам это этика и политика надо сказать что они практически не совсем в том смысле в каком у нас есть оппозиция теория и практика скорее вот в нашем смысле практическое это то что аристотеля называется техне ну скажем там какое-то практическое применение математики или практическая медицина это будут будет именно техне а не практическое а практическое знание это то которое на направлено на деятельность людей на взаимодействие или на действие человека и это этика и политика причем этика и политика вовсе не являются двумя различными науками по существу это две стороны одной и той же науки они отвечают на один и тот же вопрос как вот нужно хорошо жить просто этика это отвечает на этот вопрос на уровне так сказать единичном в то время как политика на более общем уровне но при этом между этими двумя уровнями есть вполне резонный переход так же как и у платона в этом смысле аристотель явно ученик платона как у платона душа человека и государства это не разные вещи а и одна и та же функционально структурно так сказать схема души и схема государства это это одно и то же просто в разном в разном масштабе как вот есть три три части души разумная гневная и вожделеющая и есть три страты три класса каждый из которых отвечает разумной душе класс правителей философов гневной душе воины и вожделеющей душе демиурки работники то есть если если задавать вопрос ну почему у платона три страты почему именно такие странные страты почему править должны философы ответить если мы только находимся в рамках рассуждения государства невозможно это в общем-то глупость какая-то дети в школе когда изучают на руках общество видения такую структуру государства удивляются но на этом можно ответить иначе что три класса в государстве потому что три части души их взаимоотношения оказываются эквивалентными также и у аристотеля его вся его этика и политика так или иначе восходит к его учению о душе к его представлению о том какие существуют части души какая из этих частей наиболее важная вот вот это вот единство она даже структурно проявляется потому что этика ну мы говорим в данном случае о никомаховой этике начинается сразу с такого общего как бы вступление с общего рассуждения о том как вот нужно жить человеку и так далее то есть это как бы введение не только к этике но фактически введение к этике и к политике и вместе с тем этика никомахова заканчивается такими словами которые кажутся обрывочными то есть аристотель действует как какой-нибудь современный писатель который внезапно обрывает свой роман словами сделал сделал сделав таким образом зачин перейдем к рассуждение и . но если мы будем помнить что заканчивается этика рассуждением о воспитании о том каким образом должно быть государство устроено так чтобы правильно воспитывать людей то понятно что финал этики является вместе с тем зачином по ли по политике в чем собственно почему эти две дисциплины оказываются едиными это такой один вопрос можно поставить и другой почему они находятся в определенной иерархии этика как учение о благе таком более индивидуальном а ниже стоит чем политика то есть у него есть представление о том что есть главенствующие науки которые управляют но к науками подчиненными и политика оказывается главенствующей наукой по сравнению с этики вот почему но есть такое знаменитое изречение аристотеля которая превратилась такую пословицу о том что человек является животным политическим это очень важный момент потому что с одной стороны что вообще это значит это значит что для того чтобы человеку раскрыть его человеческие качества для того чтобы ему раскрыть вот то что относится к душе разумной они животной или растительной ему нужно пребывать в общении только там он может остановиться разумным обучаться коммуницировать с другими людьми и поступать с ним с ними в какое-то человеческое общение и так далее если мы возьмем человека как вот физиологическую единицу и поставим его вне государства то он ни в коем случае не будет человеком он будет либо животным говорит аристотель как вот маугли какой-нибудь либо он будет богом и но не но не но ни в коем случае не чем не человеком с другой с другой стороны стороны что такое государство вот у аристотеля довольно таки странное на наш взгляд определение государства для чего не нужно государство государство это общение людей во имя благой цели вот можно ли считать государством если мы вступаем какие-то торговые отношения устойчивые это не государство это может быть какой-то торговый союз между разными государствами или если мы вступаем в союз во имя защиты вот это как бы те функции государства которые мы зачем нам вообще необходим государство это все с точки зрения аристотеля совсем не будет сутью государства мы вступаем государство именно так то когда мы общаемся с другими людьми и общаемся по вопросу нашего общего блага по вопросу нашего духовно духовного развития человеческого развития развития нашей души то есть государство это это так сказать такая машинка такое устройство которое как раз и занимается развитием нашей души и аристотель проводит здесь такую параллель что фактически душа относятся к государству политике также как тело врачебному искусству как врачу необходимо знать тело человека для того чтобы целить его так и политику необходимо знать душу человека для того чтобы устраивать правильное государство и так вот мы в первую очередь рассмотрим этические сочинения потом политические но я дам такое общее общее перечисление что входит в в этот блок аристотель довольно таки много писал об этике что же свидетельствует о важности этой науки у него целых три произведения посвященных этики и кроме того к этики он обращается в других сочинениях и в той же политики обращаются и даже в риторике есть отдельная часть которая посвящена по сути дела этики самая знаменитая его работа это не комахова этика которая посвящена то ли сыну аристотель или никомах это не отцу аристотеля которого тоже звали никомах помимо этого также есть большая этика которая меньше чем этика некомахов а никомахова насчитывает 10 не большая этика только 2 книги почему она называется этика поэтому По этому поводу есть целый ряд предположений, что там несколько больше тем. Есть вот некие темы, которые не затрагиваются в никомаховой этике. Или потому что она была написана на больших листах папируса или другого какого-то материала. Либо что главы, вот эти две главы, они больше по размеру. Либо то, что называется большая никомахова этика и таким образом получается, что она посвящена отцу никомаху. А это получается такая этика, которая посвящена младшему никомаху и так далее. И кроме того, есть еще евдемовая этика. Но в принципе содержание евдемовой этики совпадает с содержанием никомаховой и большой этики. Политика это также тема, которая очень интересует Аристотеля. И помимо того, что у него есть произведение, которое называется «Политика», есть у него целый ряд политий. Он, по-видимому, вместе с учениками написал 158 вот таких вот книг про Политию, из которых сохранилась только одна – «Афинская Полития». Это такие как бы эмпирические сочинения, которые ставят собой целью описания различных существующих политических устройств. В этом Платон как раз, прошу прощения, Аристотель как раз отличается от Платона тем, что он все-таки постоянно опирается к материалу реальному. И в политике тоже постоянно он обращается к этому вопросу. Вместе с тем, стоит иметь в виду то, что говоря о государстве, вот как и в случае с Платоном, говоря о государстве, мы имеем в виду некое наше представление о государстве. У греков вот это слово «политика», «полития» и так далее, оно не совсем имеет тот смысл, который у нас. У них не было разделения между общественной сферой, между обществом и государством. И даже в определенной степени можно сказать, что политика – это в большей степени общество, чем государство. Поэтому иногда странно звучат некоторые фразы у Платона и Аристотеля, но если мы просто, как бы, возьмем и будем ставить вместо государства общество, то в таком случае это будет более понятно. Итак, что же такое этика? Этику определяет Аристотель как наука о специфических человеческих действиях. Поведение животных лежит вне этики. И далеко не все поведение человека является деятельностью. Вот то, что человек, например, чешет бороду, например, и так далее, это некие спонтанные действия, которые в принципе не отличаются от действия животного. Деятельность – это целенаправленное, разумное поведение. Поэтому это поведение, которое связано с разумной частью души. По сути дела, этика – это как бы наука, которая разбирает некую реализацию разумной части души. И будучи целенаправленной, она стремится к определенной целью. Этой целью является благо. То, что целью действия является благо, это почти тавтология. Собственно, мы стремимся сделать того, что мы желаем. А чего мы желаем? Вот обеих желаний, он и называется, собственно говоря, благо. Но, то есть, благо – это то, к чему все стремится. Однако, существуют различные типы целей и различные типы благ. Есть некие цели, которые направлены непосредственно на саму деятельность, на саму энергию. А есть цели, которые полагаются в неких отдельных от деятельности вещах, в их результатах. Эрго, эргон единственного числа. И здесь возникает вопрос, а какие из них наиболее важны? Потому что благо – это то, к чему мы стремимся. Но к чему мы стремимся? Мы стремимся к некоторым вещам ради самих себя, а к другим мы стремимся ради чего-то другого. И то, к чему мы стремимся ради самого себя, является выше, чем то, к чему мы стремимся ради чего-то. И в этом смысле вот эта вот самая энергия, она ниже, чем эргон. Но дальше и различные результаты, они выстраиваются в свою иерархию, в зависимости от того, что является средством, что является целью и какая цель более универсальна. Например, искусство делать устички, пишет Аристотель и все прочее, что относится к конской сбуле, подчинено искусству править лошадьми. А само оно, как и всякое действие в военном деле, подчинено искусству военно-началия. И таким же образом все остальные искусства подчинены каким-то другим. Вот еще можно вспомнить то, о чем я говорил, что этика таким образом оказывается подчиненной политике. Поэтому политика и выше. Но здесь возникает такой вопрос, который у нас возникал, когда мы говорили о метафизике Аристотеля и говорили о доказательстве перводвигателя. Если у нас существует, каждое действие имеет свою цель, но эта цель опять может нацелена на другую цель быть, то куда уходит вся эта цепочка целей? И в случае, как с перводвигателем, она не может уходить в бесконечность. Поэтому необходимо найти, проанализировать различные цели, чтобы найти главную цель, которая определяет все остальные цели. И вот для того, чтобы ее найти, Аристотель разбирает различные цели. И в первую очередь разбирает различные такие универсальные цели, которые присущи различным образом жизни. И существует три образа жизни. Три образа жизни, понятное дело, что это некая параллель с троичным устройством души. Первый это скотский образ жизни, как называет его Аристотель, свойствененный большинству людей. И целью этого образа жизни является удовольствие. Это целью жизни стяжателя является богатство. Но штука в том, что богатство, оно нацелено на что-то. Самим богатством невозможно удовлетвориться. Оно ценится, вот почему деньги столь ценные. Потому что они могут реализовать множество разных других целей. Но в конечном итоге это все заходит в тупик. Все эти цели, они носят такой довольно-таки животный характер. Их удовлетворить никак невозможно. Бесконечно можно стремиться к различным наслаждениям или к большому количеству денег. Второй образ жизни, это образ жизни политический. Это образ жизни, который ведут немногие, но довольно-таки большое число людей, которые являются достойными и деятельными. Их главной задачей является почет. Честь. И вот это такой очень важный момент, что для аристотелевской этики, для аристотелевской политики, вот почет является очень таким важным понятием, которое описывает поведение человека. У нас это зачастую теряется. У нас, вот почему люди стремятся занимать какие-либо посты, стремятся там проникнуть в Государственную Думу и так далее. Вот ради богатства. Почему вот олигархи российские там что-то делают? Вот у нас идет такая концепция, что они это делают ради богатства. И когда они вдруг совершают какие-то такие странные действия, когда вот Путин мюнхенскую речь произносит, это не воспринимается всерьез, это воспринимается как блеф ради того, чтобы вот использовать какие-то рычаги. А для чего? Опять-таки для того, чтобы побольше накопить богатство. Но действительно ли там для Дерипаски или для Путина важно, чтобы еще к миллиарду прибавить еще миллиард? Вот у нас как бы нет вот такой ни этики, ни политики честолюбия. Объяснительная схема, которая бы описывала какую-то деятельность, может быть, ложно понимаемая, но тем не менее чести или бесчестия, славы и тому подобное. Но штука в том, что вот эти политические блага, которые Аристотель ценит очень высоко, и в общем-то именно им посвящена большая часть его этики. Вот то, что написывает, это некие политические добродетели. Добродетели так или иначе связаны с позицией человека в обществе, с его честью. Но есть еще и третий уровень, о котором, к сожалению, Аристотель пишет не так много. Это уровень теоретический. В начале этики он говорит о том, что речь о нем должна идти впоследствии. Вот оборот такой распространен на Аристотеле, что об этом мы поговорим потом. Причем это очень важный оборот в том смысле, что он не подчеркивает какую-то маловажную деталь, которую можно в сторону отставить. На самом деле, наоборот, если Аристотель говорит, что мы об этом поговорим потом, это как раз свидетельствует о том, что это важный вопрос. И сейчас он, может быть, боится подступить к нему. Для этого нужно как-то пройти вот что-то, собраться с духом. И главное, чтобы вот наступил кайрос, чтобы наступило вот время для того, чтобы об этом сказать. Об этом потом говорится в 10 книге, об этом посвящена глава 10 книги. Но в конечном итоге это не так много, хотелось бы, конечно, побольше. Но этот уровень невероятно важен, потому что именно на этом теоретическом уровне, который соответствует разумению человечеству, как раз человек и обретает высшую цель, высшее благо. А с другой стороны, этот теоретический уровень, он придает смысл политическому уровню. Потому что если мы, вот эти добродетели этические Аристотеля, они завязаны на политику. Вот почему нужно быть мужественным, почему нужно быть щедрым и тому подобное. Это все этические добродетели, но эти этические добродетели, значит, политический характер. Но здесь возникает такой вопрос. А что же является благом для общества? Вот здесь мы попадаем в такой замкнутый круг. Потому что мы должны жить благой жизнью, а что такое благо? Благо – это благо для общества. А что определяет, собственно говоря, благо для общества? И вот здесь вот как раз двигателем, вот как перводвигатель у Аристотеля. Собственно говоря, этот перводвигатель, он и здесь открывается. Потому что цель этого уровня, пишет Аристотель, – Бог или ум. Вот тоже такая немножечко странная фраза, почему Бог или ум. Но если мы вспомним, а что же такое Бог для Аристотеля? Бог – это мыслящий сам себя ум. И немножко перейду от начала этики к ее концовке, к 10-й книге, и немножко подробнее расскажу о том, что такое этот ум и благо, и как оно связано с остальными этическими добродетелями и с политической жизнью. Вот ради чего мы воюем или управляем государством? Вот так наивысшая практически деятельность – это деятельность воина или деятельность правителя. Но ради чего мы воюем? Вот можно ли сказать, что цель войны заключается в войне? Что сама энергия войны нам важна, а не некий эргон? Вот такая цель, она как бы зверская, говорит Аристотель. Если человек просто стремится убивать ради того, чтобы убивать, и даже если вокруг него друзья, сопредельное государство, дружественное нам, для нас война ценностей, мы будем это убивать. Но мы воюем ради мира. Точно так же политическая деятельность, зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы устроить определенным образом нашу жизнь по направлению к благу. Зачем нам нужна любая другая практическая деятельность, там торговля и тому подобное? Для того, чтобы получить досуг. Зачем мы работаем? Зачем мы получаем деньги и так далее? Для того, чтобы иметь... Мы тратим наше время, тратим наш досуг для того, чтобы получить досуг. А это все оказывало... Ради чего в конечном итоге служат? Именно для того, чтобы мы могли заняться некоторой теоретической деятельностью. Этики, которая, собственно говоря, нас приближает к чему-то божественному. Которая имеет цель сама в себе. Которая уже ни для чего дальше не служит. Но это я немножечко забежал вперед. Аристотель обращается в первой книге «Этики» к вопросу. Вот есть у нас три. Мы выяснили, что есть три разных блага, как минимум. Общих, по крайней мере. Удовольствие, почет и, ну, мышление, скажем так, разумеется. Созерцание. А можно ли эти все три вещи каким-то образом объединить? Можно ли вывести некое общее понятие блага? Аристотель вообще большой противник общих понятий. Вот несмотря на то, что он отец логики. И, казалось бы, логика, она же оперирует общими понятиями. Животное, кошка и так далее. Это все общие понятия. Вот Аристотель постоянно, он скорее такой протовингенштейн. Он постоянно говорит о том, что у нас, мы мыслим какими-то цепочными понятиями. Какими-то зонтичными понятиями. Под одним словом охватываются какие-то совершенно разные вещи. Может ли быть некое единое благо? Как это полагали друзья Аристотеля? Вот здесь Аристотель как раз приводит свое знаменитое рассуждение, которое было резюмировано в знаменитой фразе «Платон мне друг, но истинно дороже». На самом деле там говорится совсем не о Платоне, а буквально говорится следующим образом. Какое изыскание вызывает неловкость. У Аристотеля вызывает неловкость. Потому что идеи вели близкие нам люди. И все-таки, наверное, лучше, во всяком случае, это наш долг ради спасения истины, отказаться даже от дорогого и близкого. Особенно если мы философы. Хотя и то, и другое дорого. Долг и благочестие истину чтить выше. То есть вот истина не дороже, чем вот эти вот платоники друзья. И вот этого вот общего блага как раз невозможно, не может существовать. Во-первых, по той причине, что у Аристотеля слово «бытие», понятие «бытия» является многозначным. Не существует некоего единого «бытия», которое охватывало бы собой все случаи словопотребления «бытия». Он выделяет, я напомню, «бытие» как истина. Когда мы говорим «О, есть!» В смысле «Да, это правда». «Бытие» как связка в предложении. И «бытие» как вот по существу, которое опять-таки делится на целый ряд категорий. Есть категория сути, категория качества, категория количества и так далее. И во всех, в каждом из них благо употребляется несколько иначе. А штука в том, что понятие «бытия» это, по сути дела, понятие, которое, вот как в средние века говорят, конвертируется с понятием «бытия». «Бытие» и «благое» по сути дела значит одно и то же. Вот есть нечто, что называется «бытием». И что мы называем «истиной» или «благом» или «прекрасным»? Это то же самое, только взятое с разных аспектов. «Бытие» само по себе, взятое, «бытие» по отношению к нашему разуму – это будет истина. «Бытие» по отношению к нашей воле – это будет благо. «Бытие» по отношению, так сказать, ко всему и к воле, и к разуму, вот во всех отношениях замечательное, называется «прекрасным» «бытием». Но, тем не менее, это «бытие» в разных категориях обретает различный характер, и, соответственно, благо тоже в аристотельских категориях приобретает разный смысл. В категории «сути» благо определяется как «бог» и «ум». В категории «качество» – как «добродетель». В категории «количество» – как «мера». В категории «отношения» – как «полезное». В категории «времени» – как «своевременность». Вот этот вот самый «кайрос», который важен для Аристотеля. В категории «пространство» – как «удобное положение». И дальше. И так далее. Поэтому благо не может быть чем-то всеобъемлющим и единым. Потому что в таком случае оно бы определялось только в одной категории, а не во всех десяти категориях. Также обоснованием этого является то, что существует много наук, которые служат благу. Ну, например, этика, политика. Кроме того, любая наука, она, в общем-то, имеет в виду некое благо. Если бы благо было бы неким единым понятием, то у нас была бы одна, одна такая благология, которая бы изучала вот благо в целом. Следующий аргумент против платонического понимания блага заключается в том, что, предположим, есть это благо, в котором говорит Платон. Предположим, мы его изучили. Но какая от него будет польза, кому бы это ни было? Какая польза будет ткачу или плотнику для их искусства, если они знают это самое благо само по себе? Каким образом, благодаря уразумению этой идеи, врач станет лучшим врачом, а военно-начальник лучшим военно-начальник? Врач рассматривает здоровье не вообще, а с точки зрения здоровья человека. Или даже здоровье вот этого человека. Ибо врачует он каждого в отдельности. Вместе с тем делает Аристотель определенный реверанс в адрес платоников и говорит, почему же они все-таки пришли к такой мысли, что благо существует одно. Потому что они не говорят о любом благе. Они стремятся, вот их идеи, это не идеи чего угодно. Они стремятся найти наиболее привлекательные, наиболее желанные по себе блага. Именно поэтому они у них сливаются в конечном итоге, в неком едином благе. То есть схема Платона, вот есть некое благо, вот единое на вершине. А вот дальше какие-то идеи вроде справедливости и так далее. Это вторичные идеи, которые раскрывают разнообразные аспекты блага. Но если мы отрицаем платоновскую концепцию, то в каком смысле мы употребляем слово благо? Так ли, что это просто чистая амонимия? Одно слово, которое звучит одинаково, но оно обозначает совершенно разные предметы. Но Аристотель полагает, что не похоже, что все-таки какая-то связь есть между различными благами. Иначе бы нам не имело смысла все эти разные вещи называть одним и тем же словом. И разнообразные варианты он предполагает. Вполне возможно, что мы называем благом то, что проистекает из одного источника. Есть вот некий источник блага, и вот из него множество разных благ порождается. Либо мы это называем по аналогии. Вот это вот важный тип анализа, который потом Фома Аквински раскрывает в своем учении аналогии бытия, аналогия энтис. То есть бытие, или там благо, или истины мухи, оно не такое, как бытие, благо и истины человека. Не такое, тем более, как бытие, благо и истины Бога. Но бытие мухи относятся к мухе так же, как бытие, или благо человека к человеку, и так же, как бытие, или благо Бога к Богу. И Аристотель приходит к выводу, что вот благо – это то, что существует, нужно рассматривать, объединять под благом все то, что существует, те блага, которые существуют ради себя. И вот это благо, которое обнаруживается и в удовольствии, и в почете, и в созерцании, можно обозначить неким единым словом – счастье. То есть, иначе говоря, этика – это, и политика, кстати, тоже, нацелены на счастливую жизнь. Этика – это учение о том, как нам жить счастливо. Или даже счастье, может быть, даже не совсем точное слово – эвдаймония. По большому счету, это блаженство, а не счастье. Если как бы наиболее точное слово подбирать из русского языка – это блаженство. Буквально это слово, оно состоит из двух слов. Во-первых, эу – это слово, которое значит благо. И даймон, то есть, демон, некая такая божественная сила. То есть, когда вот благие демоны нас осеняют. То есть, человек стремится к счастью, даже если он его ложно понимает. Но как ему это счастье достичь? Вот мы можем достичь подлинное счастье, если мы практикуем добродетели. А добродетели – это действия, согласные с разумом и совершенные хорошо. То есть, по-настоящему счастливая жизнь – это жизнь в согласии с добродетелями. А в согласии с добродетелями – это значит с разумной частью души. Но кроме того, есть еще такая очень важная оговорка – «за целую жизнь». Это не некое блаженство, которое мы испытываем в какой-то момент, а вот некое такое устойчивое производство, так сказать, счастья. Это тяжелая довольно-таки задача, которая требует со стороны человека очень больших усилий, чтобы возрастить в себе эти добродетели. А со стороны государства это тоже требует определенного устройства государственного, определенного типа воспитания и так далее, в которой это все было возможно. Вместе с тем, счастье зависит не только от добродетели. Это тоже важный момент, который осложняет нашу жизнь. Потому что для того, чтобы быть счастливым, мало быть просто добродетельным. Здесь необходимы и какие-то множество различных средств, множество различных условий. Кроме того, для этого необходимы и некие благоприятные случаи, некая благоприятная случайность. Это как раз вот делает, ну как бы, получается такая динамичная композиция. С одной стороны, постоянные проблемы, жить в житейских человеках. Нам всегда чего-то не хватает и так далее. И все это нам мешает, все это перепутывает и делает невозможным. Вот если мы разберем жизнь, которую мы ведем, все множество проблем, которые нам приходится решать, то, наверное, невозможно вообще быть счастливым в такой атмосфере. Разве что, если мы уйдем куда-нибудь в горы какие-нибудь, сядем каким-нибудь баньяном, будем на свой пуп глядеть. Таким образом получается, что счастье ненадежно. С другой стороны, вот даймония. Раз это даймония, наверное, эфдаймония, то, наверное, здесь боги важны. Это как бы такое общее... Вот если спросить у такого рядового грека, сделать опрос социологический, то они бы сказали, ну бог, вот боги, вот кто нам дает счастье. И Аристотель с ними как бы не спорит. Он говорит, да, бог очень важная играет роль в том, чтобы человек был счастлив. Но значит эти аристотельские слова прямо противоположны, чем то, что говорят вот эта вот масса греков. А большинство, я напомню, это люди, которые ведут скотскую жизнь без какого-либо разумения. Они фактически под этим божественным благом подразумевают некий случай. Они уповают на некий благой случай, который далеко не факт, что проистекает действительно от богов. А Аристотель в это вкладывает другой смысл, потому что опять-таки вспомнил, что такое бог для человека, для Аристотеля. Бог это ум. То есть вестись эвдаймония, некое божественное счастье, которое есть у человека, это опять-таки счастье, которое мы получаем благодаря нашему уму, которое является вот каким-то отражением, находится в некоторых сложных взаимодействиях, не совсем до конца понятных каких, с божественным умом. И вот для того, чтобы вот это вот множество внешних условий, ну в данном случае боги, они как бы являются внешним условием, если брать их как случай, или внутренним, если бы взять в понимание Аристотеля. Вот для того, чтобы уравновесить все это огромное количество проблем, которые мешают нам быть счастливыми, нам необходимо вырабатывать вот некий габитус, вырабатывать некоторое устойчивое сопротивление, некое устойчивое устремление к тому, чтобы быть счастливым. Иначе мы будем не людьми, пишет Аристотель, а хамелеонами, существами, которые постоянно меняют свое представление. Вот это вот очень важное понятие, габитус, я сказал, это вообще-то латинское слово, гексис на самом деле по-гречески, просто гексис на латине не переложили как габитус, это от слова иметь, и латинские, и греческие слова. А потом была очень такая большая история у этого слова габитус, потому что это становится одним из главных понятий социологии. Например, в социологии брудьё играет очень большую роль это слово. Это вот некие такие устойчивые вещи, но не наши способности, которые, в общем-то, от природы даны. А вот габитус – это то, что мы вырабатываем. Это некий результат наших усилий, некий результат каких-то культурных механизмов, которые устойчиво что-то производят, и которые очень долго нам приходится конструировать, но уж если мы обладаем этим габитусом, то мы становимся устойчивыми. Вплоть до того, что человек, у которого есть этот габитус благо, он уже может там и в тюрьме действительно быть благим. И только какие-то очень сильные несчастья, очень сильные потрясения могут разрушить возможность этого человека быть счастливым. И важный момент – вот это вот в течение целой жизни, что только о жизни мы можем говорить, о некотором блаженстве. Здесь вспоминает Аристотель из лечения салона, о том, что о благе мы можем только говорить в конце. Но есть еще история, которую Аристотель не приводит, потому что это история апокрифическая, она у Плотарха излагается. То есть вполне возможно, что этого и не было, но есть такой рассказ о том, что Салон, Салон, напомню, это такой великий законодатель финский, он путешествовал для образования, потому что путешествовать университетов не было, путешествия заменяли, так сказать, университеты жизненные были. И он встретился с Крезом, великим царем Лидии, который был сказочно богат. И Крез у него спросил, а кто самый счастливый человек в мире, нарываясь, так сказать, на комплимент. А Салон ему отвечает, что вот есть некто Тал, который прожил жизнь умеренно, справедливо, у которого было двое сыновей, и эти сыновья проявили мужество на поле боя, и умер он счастливым человеком. Крез очень удивился и сказал, ну вы греки какие-то очень такие тупые, очень грубые люди, вы не понимаете, вы довольствуетесь чем-то ничтожным, посмотри внимательно и скажи, ну кто счастливый, ну хотя бы номер два. И он там стал ему рассказывать некую историю про двух братьев, которые впряглись в тележку, чтобы свою мать отвезти к какому-то святилищу, потому что быки в это время были на поле. И вот они спешили почему-то, я не совсем понимаю эту ситуацию, комментариев к ней нет, но суть в том, что они очень быстро эту тележку салатили и везли к этому святилищу, довезли в нужный срок и умерли. Ну что-то вроде марафона такого. И вот они блаженные. И Крёс был очень разочарован, но салон отказался его считать блаженным. А потом Дарий захватил Персию и приказал казнить Крёса. То есть салон оказался провидцем. И Дарий, и Крёс засмеялся, рассмеялся. И Дарий у него спросил, почему ты смеешься? И он сказал, я вспомнил такую историю, что про салона. И Дарий посидел его все-таки в конце концов. Но тем не менее, свои все эти богатства позицию он утратил. Это скорее всего апокриф, потому что годы жизни не совпадают. салон мог беседовать с Крёсом, только очень-очень маленьким, когда у него еще не было всех этих богатств. Но вполне возможно, что такая беседа все-таки была с отцом, с его отцом. Но для Аристотеля все-таки это проблема. Что считать концом? Идет ли здесь речь о смерти? Потому что после смерти продолжаются еще какие-то определенные вещи. Ну скажем, честь, почет и так далее. Это все для мертвых важно, это все может меняться. Там сыновья, может быть, опозорят, например, этого человека и так далее. То есть здесь все-таки целая жизнь имеется в виду не просто окончание земной жизни и вот целый такой отрезок жизни, а вот жизнь как вот некая такая совокупность, как некая целостность. Вот видите, вы любили целостно рассматривать космос, само человеческое тело, это нечто целостное. наше слово тело, оно, в общем-то, происходит от вот этого, оно вот однокоренное слово, целое. Телос. Это нечто целое. Ну вот, собственно, на этом мы совершим сегодняшнее повествование и на следующем занятии продолжим говорить об этике и о политике Аристотеля. о политике Аристотеля. Продолжение следует...